Добрый вечер, Гомель! И на самом деле этот разговор будет не случайным. В ближайшую пятницу весь мир будет отмечать день поиска кладов и секретов. Вот кто и когда придумал такой интересный праздник неизвестно, но вы знаете его с удовольствием отмечают и дети и взрослые. Ну согласитесь, кто из нас в детстве не мечтал найти настоящее сокровище? Мечтали все, но вы знаете, наверное, искали все-таки единицы. А между тем, вот благодаря таким находкам мы все-таки больше узнаем о нашей истории, согласитесь, от общемировой до семейной. Итак, сегодня в нашей программе мы расскажем, что нашли археологи на территории Гомельщины, какие редкие клады хранятся в наших музеях, кто чаще всего находит монеты и драгоценности, и вообще, что делать, если ты вдруг нашел клад? Ну, очень интересно, какие клады, какие секреты находили или, может быть, мечтаете найти вы. Мы ждем ваших историй по телефону прямого эфира 34 22 43. У нас также есть телефон Вайбера, поэтому оставляйте свои сообщения и комментарии там. А пока мы начинаем этот добрый вечер, конечно же, с хорошей музыки. И сегодня, вы знаете, у меня в гостях музыканты, которые находятся, ну я бы так сказала, в постоянном, в постоянном поиске кладов и сокровищ, причем не только материальных, не столько материальных, я бы сказала, сколько духовных. Дорогие друзья, встречайте, на Беларусь 4, ну, на мой взгляд, самая яркая, самобытная группа Егорова Гора. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. руководитель этого музыкального уникального проекта. Это Зося Музычко. Аплодисменты. Это Ирина Глушев и Екатерина Магонова. Ну и еще раз, ребята, всем добрый вечер. Только что мы услышали такую замечательную песню про любимый в народе праздник купальни. Все верно? И вот хочу заметить, что вот такая самобытная, казалось бы, белорусская песня в вашем исполнении звучит довольно современно. Игорь, как вам это удается делать? Ну, кстати, эта песня звучит более аутентично, чем современно. И бубенчики, и ваш какой-то... Просто немножко оформление такое уже, как бы, пытаемся делать, чтобы было современному слушателю немножко интереснее. То есть такой стиль вы сразу, как бы, преднамеренно уже выбрали для себя и ему следуете. Ну что ж, купальни. Уже совсем скоро, да? Поправьте меня. Уже началось. Уже началось? Да, в своем состоянии 21-го было. А, мы все ждем 6-е на 7-е июня. Ну это как бы традиционно с христианством уже праздник так оформился. Ну а праздник дохристианский и был больше всего именно приурочен солнцу. Самому расцвету солнца – это день солнцестояния. Скажите, это значит, что можно уже сегодня идти искать папороть-кветку или все-таки с 6-го на 7-е? 21-го на 22-е нужно было. Ну, никогда не поздно. Я опоздала? Никогда не поздно. Спасибо. В этом тайна. Спасибо. А то чуть не расстроили наших зрителей. Ну, на самом деле, очень интересно узнать, как вот вы относитесь к подобным традициям, которые вот есть у нашего народа и вообще к такому празднику, очень-очень любимому у наших людей. Это сокровище. Наши сокровища, да. У нас даже есть фотографии, где вы свинками прыгаете через костры. То есть я знаю, что для вас это не просто традиция. Для вас это, ну, такое, скажем, вот эти фотографии. Это настоящий праздник, который вы устраиваете. Кто из вас? Этот праздник устраивала Гомельская толока, краеведческая молодежная организация. Ну, вот мы там участвовали. Вы украшали, я так понимаю, это мероприятие, да? Там все были красивые. Мне очень интересно, кто из вас, кому из вас удалось найти папороть-квитку? Ну, здесь должен быть смех, наверное. Ну, смотря, что там из вас папороть-квиткой. Вот, расскажите нам, что это за образ такой папороть-квиткой? Почему все так хотят его найти? Ну, говорят, что именно вот в Купальскую ночь папороть расцветает. Какое-то там мгновение. И тот, кто ее найдет, получит бесконечные знания и... Будет понимать язык с деревьев, животных. А, скорее всего, это был хороший повод девушке пойти с парнем куда-то подальше от деревни. В середине лета почти, да? Да. Ну что ж, дорогие друзья, согласитесь, Купаль – это удивительный праздник. Наверное, действительно один из самых любимых у белорусов. Ну, а насколько мы знаем вообще историю этого праздника? Ну, например, вот какую кашу принято варить на Ивана Купалу? Ну, на самом деле, это вопрос нашего сегодняшнего конкурса. Телефон в студии 342243. Если у вас есть какой-то вариант ответа, вы можете позвонить и выиграть диск от группы Егорова Гора. Я бы хотела, да, чтобы сейчас показали этот приз. Еще раз напомню вопрос конкурса, какую кашу принято варить на Ивана Купалу. Для тех, кто не знает, я думаю, это будет прекрасным открытием, потому что с 6 на 7 мы все в любом случае пойдем искать папороть-кветку. И без каши этой, конечно же, не обойтись. Ну, напоминаю, что сегодня мы говорим о кладах. Клады бывают самые разные. У нас в гостях сегодня Егорова Гора. Ребят, вот вы очень много ездите в экспедиции по белорусским вёсткам, по городам, ищете какие-то интересные песни, костюмы. Мы не раз эту тему поднимали уже в нашей программе. Но вот в тему нашей программы, какой самый важный, Игорь, на ваш взгляд, какой самый важный, скажем так, артефакт, наверное, на сегодняшний день удалось найти Егорова Горе. Что это такое за клад? Я принес этот артефакт. Думаю, он был знаковым, потому что эта флейта была приобретена мной еще задолго до создания группы Егорова Гора. Подождите, это флейта? Да, это флейта. Покажите, как она звучит. Она очень обычная. Во-первых, она сделана из осины, вот что тоже очень редко. Вот этот момент, кстати, ни одна флейта не может озвучить вот таким образом. Это, прислушайтесь, как будто голос сейчас. Очень интересный звук. Не то, что интересный, он такой завораживающий, действительно, очень натуральное что-то, настоящее. И у нас одна из первых песен о Елесе на дубочку, и я очень долго подбирал флейту. Какая же флейта? Я эту флейту вообще как-то не воспринимал, как музыкальный инструмент. Это для меня такой был артефакт действительно какой-то. А потом я думаю, а дай попробую на этой флейте. А нет, это не Елесе на дубочку, это... Як под гаем. Як под гаем песня, да. И вот она просто легла туда, вот как будто бы вот так и нужно. То есть вы считаете, что это клад, определенный клад сокровища, которое было найдено... Это знаковый предмет, который, видимо, стал вот тем зерном, которое проросло, и вот то, что сегодня с Егоровой горой происходит, это есть уже цветение. Зося, вот скажите, вот на ваш взгляд, вот подобные экспедиции по деревням, вот, а что они дают лично вам, вашему коллективу, и, может быть, лично вот каждому из вас? Какие находки удивляют? Ну, в первую очередь, это традиции. Мы знакомимся с людьми, то есть хранителями этих традиций. Бабушки, дедушки. Это дорогого стоит. Из которых, да, уже остается все меньше и меньше, но, тем не менее, это люди, которые оберегут эти традиции. Вот, еще такой очень важный момент – это костюмы. На вас костюмы бесподобные. Это рубахи. И лично для меня, вот, мой был самый ценный артефакт. Я откала неглюбский строй, такая есть, ну, вот, прабабушка юбки, Панева. И мне нужен был пояс, кушак. Вот он у Иры есть, но это современный. Ира, а вы можете показать нам этот пояс? Конечно. А я хотела именно найти... Примерно около трех метров длины. Спасибо. Спасибо, Ирина. Когда мы ездили по неглюбке, и женщина сказала, что я вам, наверное, помогу. Есть у нас одна бабушка, у которой в сундуке хранится этот кушак. То есть этот пояс, он называется кушак. И когда мы ехали с Егором на машине, я очень переживала, что окажется, ну, что он там испортился, уже сгнил. И когда она его вынесла, ну, я была самым счастливым обладателем этого артефакта. И я его очень берегу, и для меня это ценно, потому что он уже в то время, это был 2010-й или 2011-й, 2012-й год. Это был единственный последний кушак в неглюбке, который остался. Единственная была интересная история. Перед этим кушаком мы тоже зашли к одной бабушке. Целый, я иду целый. И мы сидим, она пошла искать в сундуке, принести нам рушники, там, что у нее есть. И мы сидим, я так поднимаю голову, и прямо над нашим столом на стене висит кушак. Я так Зосе говорю. Ну, мы не знали сначала, я говорю, Зося, смотри, кушак. Мы так поднимаем глаза, действительно. Но мы его стали брать в руки, его уже моль съела настолько, что мы его просто даже... Он у нас дома хранится, все равно. Я хотела бы обратить внимание на что, вот мы говорим о кладах сегодня, да, кому-то надо перерыть километры земли, чтобы что-то найти, а кому-то надо, вы знаете, проехать много километров, чтобы найти свой клад. Или просто поднять глаза. Или просто, да, поднять глаза. Главное, мне кажется, в этой ситуации, наверное, знать, что ищешь. Да, это самое важное. Дорогие друзья, это прямой эфир на Беларусь-4. Сегодня на этом добром вечере мы говорим о кладах. Нам очень интересны ваши истории, какие клады вы находили в своей жизни, а может быть мечтаете найти. 34 22 43, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте и, конечно же, участвуйте в нашем конкурсе. Хочу напомнить вопрос конкурса. В преддверии Купаля мы задаем вопрос, какую кашу было принято варить на Ивана Купалу. И мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Ольга. Ольга, ну спасибо, что позвонили. Скажите, вы знаете ответ на вопрос, какую кашу было принято варить на Ивана Купалу? Я хочу предположить, если так можно сделать. Ячменную. Кто знает правильный вариант ответа? Вы угадали, действительно, это каша ячневая или, как мы ее называем, ячменевая. Вообще, вы часто такую кашу готовите сегодня? Нет, я вообще не готовлю, но дедушка мой очень любил, и вот с ним, когда приезжали к нему в гости, часто угощал, бывало. Вы знаете, у вас есть возможность сейчас вернуть эту добрую традицию, вот, угостить свою семью, угостить своих друзей, знакомых, соседей этой кашей. Особенно вот в эти дни, когда мы уже, уже приближается к Упале, оно уже наступило, как говорят наши гости, особенно с 6 на 7 июля. Так что попробуйте и обязательно в лес искать попрыть к ветку. Да, я думаю, с такой кашей у вас все получится. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Этот диск от группы Егорова Гора, вы получаете по праву эти аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое за это сообщение. Семья Карпенко передает огромный привет Егоровой горе. Очень интересное сообщение. Она пишет, вы молодцы, вы возрождаете наше, белорусское, вы настоящие кладоискатели. Спасибо, и очень любят ваши песни. Так что, семья Карпенко, спасибо большое. Слушайте, и песни будут звучать еще сегодня не раз в нашей программе от Егоровой горы. Ульяна прислала нам замечательную белорусскую пословицу как раз в тему нашей программы. Что же за кладку ли все на разлад? Вот хорошее, действительно, очень хорошее направление беседы может получиться сегодня в нашей программе. Ну, а вот Ирина, она все очень просто. Она говорит, что однажды нашла тайник в деревенском доме, правда, пустой. Ирина, ну, очень жаль, что вам не повезло. И на самом деле это очень странно, потому что по количеству ценных находок, и это, вы знаете, мало кому известно, наша страна занимает первое место в Европе. Вот представьте, только на территории Гомельщины за последние два столетия были найдены сотни кладов, старинных монет и драгоценных металлов. Какие из них самые ценные, где они хранятся, и вообще, что делать, если ты вдруг случайно нашел клад? Об этом поговорим далее в нашей программе. А пока я хочу обратить внимание, вот ваше внимание, ребята, на предметы, которые находятся сегодня в нашей студии. Дело в том, что совсем недавно на нашу программу вот обратилась жительница города Гомеля Наталья Тетенкова. Мы очень надеемся, что Наталья сейчас смотрит нашу программу и увидит эти предметы. Она принесла их, сказала, что нашла на чердаке, и просила безвозмездно кому-то их передать, ну, или в музей, если они представляют какую-то ценность, или тому, кому они очень нужны. И вот мне очень интересно, что вы скажете про эти вещи. Ребят, можете подойти, посмотреть. Кто что выберет, ну, понятно. Вот горшок пустой, как предмет простой. Но для нас это будет другое, так сказать, его применение. То есть, ну, вы вообще считаете, это какой-то ценный предмет? Вы можете, например, сказать, какой-то век? Нет, ну... В какой деревне в таких горшках варили каши? Это не очень видно старый, но... Сама уникальность предмета, ручная работа, как сегодня говорят хендмады. Так. Вот. И емкость очень такая, не очень большой, не очень маленький. Ну, в принципе, и все понятно. А что можете сказать вы? Ну, я знаю, что это в народе как утюжок, но я его знаю как пряник. Это для меня пряник, это инструмент музыкальный. То есть, к нему просто нужно приложение, еще деревянная палочка, и он тогда издает очень замечательный звук. Если, конечно, прислушаться, можно и так. Какой интересный вариант. Да. Горшочком. Ну, в общем, он очень ярко звучит. Итак, ну, на самом деле, это, скажем так, предмет, ну, скажем так, прототип современного утюга, да? Очень далекий. Очень-очень далекий, но я так понимаю, тут еще чего-то не хватает, наверное. И очень эффективный. И очень эффективный. Очень. И много... Правильно пользоваться, в первую очередь. Илье было чуть влажное, тогда он очень хорошо гладил. Я это помню, потому что бабушка моя пользовалась. Еще пользовалась таким, серьезно. Серьезно, накручивали и просто... Накручивали на палочку кромкой. У одной бабушки был угольный утюг, беспроводной. А у второй бабушки вот был такой... Спасибо, что вы пояснили для нас, да? В принципе, тоже беспроводное. Ребят, спасибо большое. Нам очень важна ваша оценка. Спасибо, эти аплодисменты для вас. Ну, на самом деле, мне кажется, вот именно сейчас самое время показать эти находки специалистам. И я хочу пригласить в студию следующих гостей. Это Дмитрий Ленденков, заведующий отделом археологии, охрана историко-культурного наследия нашего Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Дмитрий, добрый вечер. И хочу представить еще замечательных, очаровательных дам, которые вот у нас на диване. Сегодня это Татьяна Титова, научный сотрудник научно-фондового отдела Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Аплодисменты. И юрист, заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты Светлана Шиханцова. Добрый вечер всем вам. Ну что ж, для начала я предлагаю кому-нибудь из вас, ну, оценить эти предметы. Вот кто рискнет? Давайте я. Давайте, Дмитрий. А то тут уже, да, уже музыкальные инструменты расхватали. Здесь говорили о том, что это горшочек и не очень старый, да, это действительно не самый старый горшок. Таким еще можно встретить у наших бабушек в деревнях. Вряд ли он несет какую-то историческую ценность. И я бы хотел всех коллег, которых вы представляли, которые присутствуют в студии, поддержать идею о том, чтобы передать эти предметы Ягаровой горе. Для музыки, да? Они продолжали жить. Потому что они просто могут разбиться где-то, и от них ничего не останется, и про них никто не будет помнить. А так они обретут вторую жизнь, хоть уже и совсем не в своем там амплуа, для которого они... Ну, я считаю, что если археолог сказал, можно, если, да, они вот там действительно, вот этот клад понадобится музыкантам, я думаю, да, все с нами согласятся, и наша телезрительница Наталья будет тоже, наверное, счастлива, что вот такие предметы, которые она нашла на своем старом чердаке, прослужат еще нашей белорусской культуре и музыке. Спасибо большое за эти аплодисменты и для нашей телезрительницы. Так что, ребят, потом заберете, да, и давайте с новыми песнями как-нибудь с этими инструментами потом к нам. Ну что ж, Татьяна, к вам вопрос. Как часто вообще жители Гомельщины приносят музей, ну, скажем, не обязательно такие, но какие-то случайные находки? И вообще, что это за находки чаще всего бывает? Ну, из самых таких ярких случайных находок, кстати, здесь уже фигурировал чердак. Вот, к нам когда-то поступила картина, которая называется «Вид Тифлиса». И она долгое время хранилась в наших фондах. То есть эта картина была случайно найдена на чердаке? Случайно найдена на чердаке Гомельщанином, вот, на своем же чердаке. И он принес ее нам, потому что она ему уже была без надобности, он не знал, что с ней делать. Вот, и она хранилась в фондах, потом взялись за реставрацию этой картины. И реставратор в процессе открыл имя художника. Вот, им оказался художник, известный русский 19 века, Никанор Чернецов. Вот, и когда наши сотрудники копнули глубже, оказалось, что эта картина принадлежала когда-то владельцам дворца, Паскевичем, да, и уже висела в залах нашего музея, вот, когда музей, собственно говоря, был частным владением. То есть она вернулась, можно сказать, домой, да. Я хочу попросить режиссера еще раз показать картину, которая находится сегодня, Витти Флиса, правильно она называется? Она находится сегодня в нашем дворце, в музее, вот, дворца Румянцевых и Паскевичей. Вы представляете, какая интересная история? Картина была найдена на чердаке и оказалась таким ценным экспонатом. Человек даже, наверное, не знал об этом. Не знал об этом человек. Вы не поверите, у нас есть удивительный, мне подсказывает, телефонный звонок. Нам звонит этот человек. Нам звонит, нет, нам звонит обладательница горшка и утюга. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это Наталья Анатольевна вам звонит. Наталья Анатольевна, вы не поверите, я даже не ожидала. Утюжок. Ну что, вы довольны, что ваши предметы достались в Егоровой горе? Я очень рада, что эти предметы обретят вторую жизнь. Спасибо вам большое за это. И будет служить долгие лето. Еще раз повторите, пожалуйста. Я очень рада, что эти вещи придадутся этому коллективу и будут служить долгие лето. Спасибо вам большое. Если у вас там есть еще пару чердаков или, да, вы... Если еще что-то дайду, я вам передам. Спасибо вам большое. Вот действительно, вот от наших зрителей, от наших гостей. Спасибо. Очень здорово. Очень здорово и очень так вовремя получилось. Ну что ж, вид Тифлиса мы, в принципе, где-то обозначили. Скажите, какое вообще место подобные находки, вот от случайной, подобные находки от людей занимают сегодня в музейных экспозициях? Скажем, вот наравне с археологическими, допустим, находками. Ну, клады у нас есть, монетные. Например, в наших фондах хранятся больше 10 монетных кладов. И два клада предметных у нас есть. Это клад шейных гривен, который тоже был найден случайным образом в поле. У нас есть фотографии. Давайте попробуем, сейчас попросить режиссера, еще раз напомните, это шейные... Шейные гривны, да, это украшения, вот, которые носили горожанки в основном, причем высокого социального статуса. Вы знаете, Татьяна, когда увидела эти фотографии, я вас перебью, я сама захотела померить такое украшение. Действительно, это очень красиво, да? Да, очень красиво, но люди, нашедшие их, совершенно не знали, что это. А история есть какая-то украшения? Да, конечно, они были найдены просто при распашке поля, вот, в Будокошелевском районе, деревне Козерог. Вот, бригадир обратился к нам с этими предметами, вот, которые просто из земли, как сказать, показали, ну, да, распахивали поле, вот, и они совершенно не знали их предназначения, ни что это, ни как это, вот, и принесли в музей. Догадались принести в музей, потому что уже его жена, значит, этого бригадира сказала, ну, уже неси в музей, или я уже применю где-нибудь в хозяйстве. Или будут, да, носители в хозяйстве. И вот насколько ценными оказались эти? Это очень ценный предмет, на самом деле. В Белорусском Поднепровье это единственная такая находка, вот, таких шейных гривен. Они представляют собой настоящее сокровище, они есть в каталоге «Скарбы Беларуси», выпущенном в 2014 году, да. Их всего 8 штук, вот, и вообще, как старожилы рассказывали, эта земля была богата на такие находки, даже у местного там помещика была коллекция таких шейных гривен. Вот это 12 век, конец 11-го, начало 12-го века. И сегодня они находятся в музее? Да, сегодня они находятся в коллекции нашего музея. Ну, и вот, говоря об экспозициях, у нас в экспозиции представлен чудесный Чонковский клад, который тоже был найден случайным образом при проведении теплотрассы недалеко от Гомеля, деревни Чонки, я думаю, многие знают о ней. Да, там был при... Мы сейчас видим эту фотографию. Да, как экскаватор копал ров, да, и вот, как рассказывал рабочий, что-то заблестело в земле. Причем это был декабрь месяц, уже были сумерки, вот, ну, он увидел блеск этих чудесных предметов, вот. Вот, и оказался целый такой комплекс церковной утвари, всего 22 предмета. Золотой, я так понимаю. Это серебро позолоченное, вот. То есть там, на том месте, был женский Макаревский монастырь. Видимо, в годы, когда закрывались уже храмы и монастыри, просто кто-то из монахинь спрятал часть этих вещей. Это очень ценные предметы, это 18-е, начало 20-го века. Вот, и сегодня этот клад принадлежит к категории 1, это в наших музейных кругах, значит, что это клад международного значения. И сегодня он представлен в экспозиции культовые предметы нашего дворца, и любой желающий может прийти и посмотреть на этот клад. Вы знаете, я где-то слышала, что сам, по-моему, Румянцев находил клады у нас здесь на Гомельской земле. Да, он находил клады, и он известный был человек, который перестраивал наш город, занимался активно строительством, поэтому вот в 1820-е годы он нашел сразу два клада, он даже писал об этом своим друзьям. Сначала это был клад монет Речи Посполитой 17-го века, и буквально через год при строительстве на площади костела он находит клад арабских монет 9-го-10-го веков. Да, то есть, поэтому у нас начало было хорошее, можно сказать, для кого-то. Ну что ж, вот такой любопытной информацией поделилась с нами Татьяна Титова, научный сотрудник научно-фондового отдела Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Эти аплодисменты, да, я думаю, зрители-то уже на диванах аплодируют. Ну что ж, дорогие друзья, каждый из вас может лично посмотреть на эти находки и клады, и на другие вообще исторические ценности, посетив наш замечательный музей нашего дворца Румянцевых и Паскевичей. Кстати говоря, вот у каждого из вас прямо сейчас есть шанс выиграть пригласительный билет на две персоны. На выставку известного архитектора Станислава Шабуневского. Выставка проходит в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Для того, чтобы получить этот приз, достаточно позвонить в студию по телефону 34-22-43 и просто продолжить русскую пословицу. Итак, внимание, пословица, первая часть пословицы звучит так. Не надо бен и клад, коли... Вот продолжите. Еще раз. Не надо бен и клад, коли 34-22-43, пригласительный билет в музей ваш. Там вы можете увидеть все, я так понимаю, да, и даже то, о чем мы сейчас говорили. Ну, а дальше поговорим о кладах и находках. Археологи и историки, конечно же, не без основания называют Беларусь таким настоящим европейским сейфом, ведь кладов здесь находят едва ли не больше, чем вообще на всем континенте. Вот с чем это связано, мне очень интересно мнение археолога, думаю, всем оно интересно. Дмитрий, расскажите нам, откуда столько сокровищ зарыто вот на нашей земле, в нашей земле? Связано это, в первую очередь, с тем, что раньше, начиная там, наверное, с третьего тысячелетия до нашей эры, ну, это из известных таких, через нашу территорию приходили торговые пути. И это один из вариантов, почему такое большое сосредоточение кладов на территории Гомельщины и Беларуси, в частности. Если более конкретно, это, наверное, потому что тогда не было банков, и люди хранили все свои сбережения на огородах. Ну да, клад это то, что укрывают. И второй момент по поводу, почему появляются клады, это войны и военные какие-то конфликты между усобицей и прочее. Ну и кладу вообще существует несколько их видов, то есть это возвратные клады, когда их, как вы и сказали, прячут для того, чтобы потом прийти и забрать. То есть, ну, дома, допустим, неудобно это хранить, потому что могут там и где-то в лесу там могли просто спрятать или на поле клад. Невозвратные клады или так называемые ритуальные, которые могли приноситься в жертву чему-то для того, чтобы там, допустим, все было хорошо. То есть это могли быть как денежные, так и вещевые клады, которые могли сбрасываться в болото, в реки и так далее. Ну и клады те, которые образуются в результате каких-то таких быстрых военных конфликтов и катаклизмов. А, то есть кто-то убегает и что-то оставляет, да? Здесь можно, например, привести Вищенский клад. Вищенский клад — это Вищенский замок, Рогачевский район. Вот там был найден клад в 70-х, по-моему, годах прошлого века под замковой стеной в процессе раскопок. То есть он был спрятан и наспех забросан камнями. И что это за клад-то нам, расскажите? Клад — это денежно-вещевой клад. Там впервые были найдены все вместе гривны. Дело в том, что в Древней Руси был определенный период безденежный. И использовалось просто лом из драгоценного металла. То есть это были серебро, серебряные слитки, гривны. Их было несколько там видов, отличались они по форме. И вот в этом кладе были они впервые найдены все вместе. И также были украшения женские. Височные кольца, по-моему, гривны тоже что-то такое. Скажите, а есть ли какая-то вероятность, что вот у нас скрыта какая-то уникальная находка века или тысячелетия? Такие амбиции вот у вас, как у археолога, есть подобные? Ну, прям вряд ли тысячелетия. Ну, находки вообще все важны и нужны. Вероятно, есть. Вероятно, есть, дорогие друзья. Кстати, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Алло, это я звоню. Титинкова Наталья. А, еще раз, Наталья. Да. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Я так понимаю, вы хотите выиграть пригласительный билет? Ну да. Ну что ж, давайте тогда попробуем продолжить русскую пословицу. Не надо бен и клад, коли... Коли у мужа с женой лад. Так правильно. Эти аплодисменты и этот пригласительный билет достается вам, Наталья. Ну что ж, посетить выставку известного архитектора Станислава Шабуневского. Теперь вы можете по этому пригласительному билету возьмите с собой компанию. Это на две персоны билет. Выставка, напомню, для всех наших зрителей в эти дни проходит в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Спасибо большое за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о кладах. Вот у нас сегодня археолог Дмитрий, который занимается изучением древности, археологического наследия. Мне кажется, у вас должно быть больше всего шансов найти настоящий клад. Было такое вообще? Ну, теоретически шансов, безусловно, больше, потому что мы гораздо чаще соприкасаемся с древностями. Но клады я лично не находил. Ну, хорошо. Какая-то находка, которая на вас произвела неизгладимое впечатление и, в принципе, может быть, уже как археолога какую-то вашу, скажем так, мечту осуществила. Что-то редкое. Безусловно. Каждый год встречаются какие-то интересные вещи. Здесь все зависит от тех целей и задач, которые ставятся при исследованиях. Вот. Ну, такая из самых ярких, которая больше всего запомнилась, это в 2011 году при раскопках под руководством Олега Анатольевича Макушникова в деревне Мохов было найдено остатки роговой расчески. Она была найдена во фрагментах и найдена среди обломочков костей человека. Да, можно про такое? То есть в 10 веке, получается, людей сжигали. Это был языческий обряд захоронения, их сжигали, и потом все вещи, которые были с ними при жизни... Личные. Личные вещи, либо те, которые указывали на его занятия, определенный род занятий. Вы нашли расческу? Мы нашли расческу, это была личная вещь, которая была при нем. Вот. И изначально мы не могли понять, что это вообще такое, и потом, когда стали это все разбирать, чистить, увидели на некоторых косточках фрагменты геометрического орнамента. И потом, когда стали это складывать, поняли, что это расческа второй половины 10 века. И когда стали дальше разбирать, поняли, что слишком много деталей для одной расчески, и оказалось, это футлярчик для нее, для того, чтобы не ломались зубцы. А где сегодня хранится этот... Расческа хранится в фондах археологического музея-лаборатории университета ГГУ. Ну, вообще, очень интересно. Я смотрю, Игорь аж испугался, да, подобной истории. Не, меня очень удивило то, что с футлярчиком. Это вот говорит все-таки... О чем? Вот, что вещи делались, да, очень так... В серьезности подхода. Было серьезно. А кто-нибудь из вас когда-нибудь находил клад? Настоящий такой. Настоящий. Да, золото-бриллианты. Вот, наверное, впереди еще. И молчат же, молчат, но не говорят нет на самом деле. Ну, я бы хотела просто уточнить, что на самом деле легенды вот о зарытых там несметных сокровищах можно услышать, мне кажется, в каждой. В каждой деревне на Гомельще. Наверняка и вам приходилось это слышать, когда вы путешествовали, да. Ну, вот с исторической точки зрения, какая земля, какой район на Гомельще, не скажем так, более урожайный на вот такие вот находки? И вообще, что находят сегодня археологи? Расскажите, что это? Оружие, драгоценности, монеты. Вот кое-что мы обозначили, а вот именно археологи. Ну, по первой части вопроса, какая земля сегодня, то есть в 21 веке, мы можем говорить, что очень много памятников, которые были раньше, они уничтожены. Уничтожены как специально, то есть в результате там грабительских каких-то раскопок, очень много уничтожено в результате сельскохозяйственных работ, которые проводились там на протяжении, наверное, 19-20 века. Вот из таких самых, ну, не знаю, все районы у нас богаты, потому что во всех районах есть реки, а реки это, раз есть реки, значит, есть памятники археологии. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, самые интересные исторические находки, найденные на Гомельской земле, может быть, вот в последние годы, десятилетия? Ну, для Гомеля, наверное, самой интересной находкой это является обнаружение оружейной мастерской, которая погибла в пожаре с середины 13 века. Оружейная мастерская это комплекс такой, большой комплекс, который состоит из, собственно, сгоревшей постройки и ряда предметов. Это предметы вооружения, различные пластины, детали защитного вооружения, из которых собирались доспехи, детали, собственно, оружия, различные перекрестия от мечей, сабель, инструменты, с помощью которых делались там отверстия для сшивания всего этого и собирания в единое целое. И найдены они были при работах при строительстве детского центра «Юность», бывший кинотеатр Саченко, вот на этом месте. Это окольный город древнего Гомеля 12-13 веков. Какие, на ваш взгляд, самые интересные находки были найдены археологами, вот именно, допустим, в этом месте? Вот конкретно назовите, что это? Одно дело, ну что это? Расческа? Понятно, да. Ну, это комплекс, в археологии, да. Это комплекс всевозможных предметов, которые относятся к защитному вооружению. То есть это, там, допустим, тысяча пластин, которые впечатались в один такой проржавевший блин, горелый. Инструменты, с помощью которых все это делалось, детали, оружие. Ну и сам факт, все в совокупности, вот это и есть в данном случае ценность. Не отдельный для каждого. У нас есть несколько фотографий, я бы хотела режиссера попросить, показать их, и чтобы вы очень коротко прокомментировали вообще, что это такие за находки были. Там есть у нас и кувшины, по-моему. Итак, мы видим что-то. Так, это горшок написан 10 века. Ну да, это одна из такой ярких представителей посуды, уже гончарной. То есть производство гончарной посуды, сделанное не ручным способом, а на гончарном круге появляется в 10 веке. И для такой посуды характерны вот такие горизонтальные линии. То есть такой яркий показатель этой керамики. Дальше. Это раскопки 2017 года на Грегоровом поле, это недалеко от Лоева. То есть совсем недавно. Да, в 2017 год это в инситу был найден, фотографии инситу, был найден лепной горшок, что для нас стало открытием, потому что там не было материала этого времени. Вот, была древнерусская посуда там 10-11 века, а это ранний железный век, это 7 век до нашей эры, 2 век нашей эры. Это процесс раскопок того же Грегорова поля, поселения. Ничего себе, чтобы такое раскопать. А мы все думаем, что это такая романтическая профессия. Определенная доля романтики здесь есть, но это тяжелый методичный физический и умственный труд. Ну что ж, спасибо большое. Дорогие друзья, мы объявляем еще один конкурс. Вот очень интересно, знаете ли вы, какое вознаграждение получает человек, который вот в Беларуси нашел клад? Правильный ответ на этот вопрос мы узнаем в конце программы от юриста. Но у каждого из вас есть возможность выиграть пригласительный билет на две персоны, на выставку антиквариата «Причудливые линии барокко» из частного собрания Сергея Путилина, которая сейчас проходит выставка во дворце Румянцевых и Паскевичей. И для того, чтобы получить этот пригласительный билет, позвоните по телефону 34-22-43, ну и предположите, какое же вознаграждение получает человек, который нашел клад. Вдруг вам повезет и ваш ответ окажется правильным. И мне вот очень интересно задать вопрос Игорю. Да, вот скажи, Игорь, если бы ты случайно вдруг нашел старинные монеты, как бы ты поступил? Подумай. К специалисту сначала обратился. Ну да, сразу. Не, ну если древний клад, конечно, надо сообщать, потому что все-таки с законом надо дружить. И вознаграждение должно быть. Ну, вознаграждение, конечно, ну каждый человек, уже нашедший такое, уже что-то думает о том, что сколько же ему интересного останется. Мы даже вот как-то разговаривали со знакомыми, нам казалось почему-то, ну в процентах там, например, я не знаю, помню, 20-25 процентов, неважно. Вот, но мы почему-то думали, ну это когда-то там был такой разговор о том, что часть этого клада, 20 процентов не деньгами, там, какими-то там перечислениями, а именно вот из этого клада, то есть 20 процентов должно быть нам при находке. Мне подсказывается, у нас есть телефонный звонок, зрители уже начинают активно искать вот этот процент. Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, кто нам звонит? Ну это я опять звоню из денег. Наталья, вы хотите, наверное, получить свой процент за горшок и за вот этот инструмент. Извини, я попробую, я думаю, что по закону 25 процентов выплачивают. То есть тому, кто нашел клад. Наталья, спасибо большое за ваш вариант ответа. Вы знаете, мне кажется все-таки, что человек, который три раза во время прямого эфира позвонил к нам на передачу, да еще при этом сделать такие подарки Егоровой горе заслуживает в подарок диск от Егоровой горы. Вот как вы считаете? Конечно. Правда? Ну что ж, так что диск у нас, приходите, забирайте, и эти аплодисменты для вас. Спасибо. Итак, у нас есть один вариант ответа, 25 процентов. Дорогие друзья, вот этот конкурс продолжается. Кто больше, что называется, да, 342243. Звоните в студию и предполагайте, какие же у вас есть варианты. Сколько сегодня по закону положено человеку, который нашел клад. Ну, а на самом деле, клады, согласитесь, бывают очень разные. Вот кто-то находит монеты, кто-то находит песни, танцы, обряды наших предков, музыкальные инструменты, вот о которых мы сегодня говорили. А вот Анатолий, наш телезритель, пишет нам в Вайбере, что ему очень хотелось бы найти сундучок с золотом, оставленный солдатами Наполеона. Мне кажется, вот такое, знаете, четкое замечание, человек, наверное, четко понимает, чего хочет искать. Шансы есть, как вы думаете, Дмитрий? Про клад Наполеона очень много ходит легенд и рассказывает про него. Шансов очень мало, потому что, когда Наполеон отступал через территорию Беларуси и с награбленными там какими-то драгоценностями в Москве, на территории Российской империи, то они были не в том состоянии, чтобы прятать где-то клады. И очень большая вероятность того, что они просто растеряли все это где-то по дороге, либо у них забрали это люди. Представляете, как сейчас Анатолий растерялся после такого ответа. Легенды должны жить и надежды, поэтому... Спасибо. А вот Стас пишет, что его дед подарил в детстве ему старинные монеты. И вот Стас считает, что это память и наследство, которое не продается. Стас, вот вы знаете, вот эти аплодисменты для вас. Спасибо вам большое за такое сообщение. Ну, Людмила написала. Бабушкины песни и рецепты лучший клад, который передается в нашей семье из поколения в поколение. Людмила, мы с вами. И эти аплодисменты для вас. Спасибо большое. Ну что ж, песни, это все замечательно. И у нас сегодня не зря присутствует такая музыкально замечательная группа, как Егор Вагара. В последнее время вы очень много гастролируете, да. Я даже знаю, что немножко устали. И недавно вы выступали в Санкт-Петербурге, на славянской ярмарке, на одной сцене с песнярами, да. Вот в двух словах, как встречали там нашу такую замечательную дизайнерскую группу? Замечательно встречают. Уже второй раз мы там. Третий. Третий раз, да. Очень понравились. Уже спелись. Да, поэтому мы уже ехали к друзьям, можно так сказать. Очень хорошая организация, большой фестиваль. 20 тысяч присутствует единовременно, а за день или за весь фестиваль, наверное, ну, больше 50 тысяч прошло посетителей. И там, кстати, мы были полным составом. Нас пять. Вас пять? Да, у нас гитарист появился. Вот он просто работает посменно, так не всегда может присутствовать. Ну, он заодно и балалайшник, он заодно и на перкуссии, то есть такой универсальный. Ну, нормально, вот вы увеличиваетесь постепенно в количестве. Ну, что ж, дорогие друзья, на самом деле зрители телеканала «Беларусь-4» тоже ваши большие поклонники, поэтому вот прямо сейчас ждем еще одну вашу песню. Давайте поддержим. «Беларусь-4» Летел астрала, югка не цела, Неделю рана, рана на ивана, Дыр астрала, все крово мою, Неделю рана, рана на ивана, Ой, рана на ивана, Беля же тела, югка не цела, Неделю рана, рана на ивана, Никто не можа дать преступиться, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 стоит в том, кто получит вознаграждение и получит ли. И сколько, да? Да, и сколько. То есть, потому что это, скажем, люди, которые находились на работе? Да, совершенно верно. Это люди, которые в силу своей профессии, своих служебных, каких-то трудовых обязанностей исполняли это. К сожалению, они не могут получить вознаграждение. Бригадир, который нашел украшение, тоже, наверное, ничего не получил. Я так понимаю. Светлана, а что вообще делать человеку, который случайно нашел клад? Что говорит об этом сегодня закон? Ну, если нашел клад, необходимо обратиться в соответствующие органы. А давайте вот рассмотрим шаги. Вот нашел человек клад, вот что ему сделать? Его забрать, положить в пакет, или вызвать сразу экспертов, сделать фотографии. Вот каковы должны быть? Ну, сразу экспертов нет. Конечно, это можно сфотографировать. Да. Безусловно, отнести в орган внутренних дел. Там составится определенный документ, акт, по которому это будет. С судителями, наверное, я так думаю. Да, да, со свидетелями будет передана на экспертизу соответствующую. Вот, и, соответственно, если этот предмет, этот клад будет оценен как историка, такая культурная ценность, да, имеющая вот определенную ценность, тогда он получит соответствующее вознаграждение за это. Про вознаграждение чуть позже. Давайте потомим немножко наших зрителей. Татьяна, а вот мне очень интересно ваше мнение. Вот что вы посоветуете людям, которые хранят дома вот такие вот подобные находки и мучаются, не знаю, ценные, неценные. Вот что бы вы посоветовали? Отдавать или не отдавать? Приносить в музей на экспертизы? Ну, здесь зависит, наверное, от степени того, насколько дорога это... Человеку это находка, да. Вот это находка, да, и, ну, оценивать это исключительно с точки зрения материальной, да, ну, на мой взгляд, это не очень морально, да, потому что та историко-культурная ценность, которая найдена, да, мне кажется, она должна все-таки быть достоянием общим, да, страны, города. Пусть приносят в музей, конечно. А вы согласны с таким мнением? Да. Да, согласна. Тогда давайте поддержим, да, поддержим такое мнение. Спасибо, Татьяна. Светлана, ну, что ж, сегодня мы услышали самые разные ответы на вопрос, что полагается за подобную находку, что полагается человеку, который нашел клад, какое вознаграждение ждет нашедшего. Ну, пора определить победителя конкурса и дать правильный ответ. У нас были варианты 25%, 30%. Вот мне интересно, у Игоря какой будет вариант? Ну, я же говорил, где-то, мне кажется, 20-25. 20-25. А почему вот, Игорь, так вот ты путаешь, ну, скажем так, ты думаешь, что это чего-то зависит? А я помню, с советского времени, в советском времени кто-то из знакомых вроде что-то находил, и я уже помню, выплачивалось кому-то там. Но этого очень давно было там еще, в советское время там. Вот я уже, что-то у меня 20 или 25, вот это я не помню точно. Катерина, какой вариант? Может быть, зависит от того, какая конкретно эта ценность. В этом вопрос. Ну, сразу видно, что никто из вас не находил клад. Да, путаемся в показаниях, что называется. Итак, Светлана, что положено по закону за находку клада? Подробно расскажите. Хорошо. Хорошо, хотелось бы, наверное, чуть-чуть, чтобы вы все понимали, разграничить находка и клад, да? То есть клад – это вот то, что зарыто, спрятано, вот нашел. Никому не принадлежит. Случайно, никому не принадлежит. Нашел, да, случайно. А ведь находка – это, например, можно на улице что-то найти, в транспорте – это ведь тоже находка. В зонте кто-то потерял. Да, да, совершенно верно. И вот за находку и за клад разное вознаграждение. То есть если мы говорим о находке, если нашелся собственник, значит, этой вещи, зонтика, да, то ему положено вознаграждение 20%. А рассчитывается с ним владелец зонтика? Да, да, ему положено 20%. Может быть ситуация, когда, например, находка очень уникальная и имеет ценность, например, только для этого владельца, да? Например, ну, не знаю, какой-нибудь альбом с фотографиями, да, которыми имеют вот ценность. То есть оценить сложно. Да, оценить сложно, совершенно верно. Или, может быть, это какая-нибудь рукопись, вот, случайно вот, забытая где-то на остановке троллейбусной, да, то тогда вот это вознаграждение, оно оценивается по соглашению сторон. Так. Вот. Если же мы говорим о кладе, то клад переходит в собственность, во-первых, того, кому принадлежит земельный участок, либо строение, в котором найден этот клад, а также переходит в собственность того, кто нашел клад. То есть 50 на 50. То есть, получается, например, если вот принадлежит... То есть никакие 25 и 30 даже... Пока, пока, пока нет, да. Да, в этой ситуации нет. Значит, если, например, вот есть земельный участок, который принадлежит вот гражданину конкретному... Гражданину А. А гражданину А нашел... А гражданин Б, вот у него там помогал рыть колодец, например, да, и случайно нашел этот клад, вот, деньги, наши деньги, вот, которыми можно, например, воспользоваться, да, то они поделят это пополам. Так, дальше. То есть этот клад. Понятно. Если же этот клад найден, например, значит, на земле, которая принадлежит государству, это государственная собственность, то получает 50% государства, 50% получает тот, кто нашел клад. Но если этот клад представляет собой историко-культурную ценность, то полностью этот клад переходит в собственность государства, А вознаграждение получает тот, кому принадлежит земля, и тот, кто нашел. То есть вот 50% им пополам, по 25%. То есть никакие не 30%, а, скажем так, 25%. То есть Наталья, по-моему, Наталья, это телезрительница, которая, в принципе, сегодня тоже получила такой маленький клад, нашла от нашей программы. Вам, Наталья, повезло. Пригласительный билет на выставку во дворец Румянцев-Паскевича достается вам, и правильный ответ это 25%. Ну, на самом деле, сложно. Очень-очень сложно. Просто надо действительно очень внимательно вникнуть, но в любом случае полезная информация. Спасибо вам, Светлана, большое. Эти аплодисменты для вас. Дорогие друзья, мы вернемся в студию сразу после рекламы и узнаем, какая ответственность на самом деле предусмотрена за сокрытие клада и о какой находке мечтают наши археологи. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на Беларусь 4. У нас осталось очень мало времени, но очень много вопросов. Светлана, скажите, пожалуйста, что положено человеку, который сознательно скрывает какую-то важную находку? Есть какая-то за это ответственность вообще по закону? Да, конечно. Ответственность установлена. Это административная ответственность и даже уголовная. То есть если эта находка клада в особо крупном размере, то это уголовная ответственность. Это может быть и штраф, это может быть арест, это могут быть какие-то исправительные... Это вот к вопросу Татьяны, да, который мы только что обсуждали, чтобы вы посоветовали сделать. То есть одно дело, да, это моральное в принципе, а другое дело это все-таки то, что по закону. Ну, мне очень интересно, Дмитрий, о каких находках, о каких, может быть, исторических важных находках мечтает археолог такой, как вы? Ну, мечтать нет, скорее мы ставим цели и поедем их достигать и воплощать в жизнь, в реальность, вот буквально послезавтра, в экспедицию, исследовать древности X-XI века. Будем исследовать... Где это будет все происходить? Древние поселения. В Лоевском районе. В Лоевском районе. И у вас уже есть такой штат археологов, да? Нет, это волонтеры, это волонтеры под руководством научного сотрудника, человека-археолога, который обладает, собственно, правом поиска древности, который имеет разрешение Академии науки, Министерства культуры искать и исследовать древности. Вы знаете, приходите в нашу студию и расскажите о том, что вы найдете. И даже если не найдете, расскажите, как это все происходило. Поверьте, это очень интересно и увлекательно. Спасибо вам большое, спасибо всем. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о кладах. Вот, ну, что бы хотелось сказать в завершении столь все-таки увлекательного разговора. Наверное, все-таки не все то золото, да, что блестит. И вы знаете, наши зрители сегодня подтвердили это своими сообщениями. Кстати, вот последнее из них пришло от Виталия Николаевича из Будокошлевского района. Он пишет, что золотой клад не сравнится с кладом знаний. Ну, а я, наверное, добавлю еще, что все-таки обогащаться духовно и морально лучше всего по закону. Да, Светлана? Да, спасибо большое, дорогие друзья. Это был добрый вечер, Гомель. С Натальей Волунец я прощаюсь с вами. До новых встреч в прямом эфире. Ну, а сейчас для вас поет «Егорова гора». Ай, баркум-баркум, при барку строяв я горка каморку. Строяв я горка каморку. Ай, то доекла Зусечка. Ай, то доекла Зусечка. Помажи, Божа, Ягорка. Помажи, Божья горка, Просекай кенца против солнца, Просекай кенца против солнца, Чтобы нам соколы залетали, Чтобы нам соколы залетали, Чтобы нас раненько побуджали. Субтитры создавал DimaTorzok